Привет! Это Алексей, фамилия у меня Емельичев. Это четвертая лекция по логистике. Сегодня мы будем рассматривать все те же самые яйца, только вид сбоку, а именно мы будем рассматривать манипуляции с грузом на территории Китая до того, как груз покинул эту территорию. То есть мы будем рассматривать про перевозку, документацию от склада поставщика, от условий X-Work до борта судна, то есть до условий FOB. Итак, когда мы говорим о перевозке от X-Work до FOB, мы имеем в виду, что в перевозке задействованы три персонажа. Первый – это отправитель. С его склада отпускается товар. Второй – это морская линия. Она выдает порожнее из порта и принимает затаренный в порту. И третье лицо, которое участвует во всем этом деле – это некая логистическая компания, которая забирает из порта порожний контейнер, доставляет его на склад отправителя, затаривается этот контейнер и возвращается в порт. Есть еще четвертое лицо, которое участвует в этом мероприятии – это стеридорная компания, которая поднимает контейнер из контейнерного ярда и ставит на борт судна. Поехали дальше. Итак, мы увидели, что морская линия не занимается местной логистической проблемой, а именно доставкой груза, подачей порожнего контейнера на склад отправителя. Она также не занимается таможенным и экспортным оформлением. Поэтому, если у вас есть сервис-контракт с линией, вам необходимо найти, кроме этого, еще и сеть агентов или агента, который займется именно решением этой логистической проблемы. Чаще всего у отправителя нет отделения логистического при фабрике. Чаще всего отправитель не занимается отгрузками груза, не занимается логистикой и не занимается экспортным оформлением. Итак, рассмотрим движение товара от X-Work до F-O-B, степ-бай-степ, шаг за шагом. Я бы выделил три основных этапа при доставке товара со склада отправителя до порта. Первый этап – это забор порожнего контейнера в контейнерном ярде, доставка до склада отправителя, затарка этого контейнера и доставка груженого контейнера в контейнерный ярд. Можно приблизительно прикинуть стоимость этой перевозки. Очень грубо, один километр пути стоит один доллар. Соответственно, зная расстояние от фабрики до порта, можно приблизительно прикинуть, сколько это будет стоить, каковы будут расходы. Однако, не всегда порт выдачи порожнего соответствует порту сдачи полного контейнера. Чаще всего это не так, когда речь идет о каком-то особом контейнере, об особом оборудовании. Например, open top или flat контейнер. В этом случае в порту отправки их может просто не быть в наличии. В этой ситуации забор этого контейнера может производиться в другом порту. Иногда даже за сотни километров от этого порта. Итак, стоимость первого этапа мы приблизительно знаем. Еще один момент, это то, что если завод и порт находятся в разных странах, например, завод находится в Китае, а порт в Гонконге, то стоимость перевозки, конечно же, возрастает. Следующий этап, это этап экспортного оформления груза. Есть масса способов экспортного оформления груза. Иногда сами фабрики имеют лицензию экспортера и сами оформляют полностью все документы. Иногда для экспорта используется фирма-прокладка, некий другой экспортер. Иногда экспортный документ оформляет логистическая компания-агент, у которой есть лицензия таможенного брокера. Вариантов работы с таможенными документами при оформлении экспорта достаточно много. Средняя цена таможенного оформления экспортного от 50 до 200 долларов США. Еще один момент, который следует помнить при экспортном таможенном оформлении. Не всегда экспортер – это то же самое лицо, что и отправитель. Касательно каргоманифеста. Данные в каргоманифест заносятся на основании экспортной декларации. А вот данные в коносамент заносятся со слов отправителя. Поэтому не всегда данные в коносаменте соответствуют данным в каргоманифесте. Многие спрашивают, как узнать, какие данные указаны в каргоманифесте. На моей практике релиз ноут содержит точные данные того, что указано в каргоманифесте. Итак, в каргоманифесте и в релиз ноуте данные указываются одинаковые. И, к сожалению, не всегда данные в релиз ноут и в каргоманифесте соответствуют данным в коносаменте. Если вы отправляете груз через кодку, что написано в коносаменте, вас в принципе вообще не волнует. В кодке не смотрят, кто является отправителем по коносаменту. В кодке не смотрят, кто является получателем. Более того, Коткинская таможня вообще коносамента не видит. Единственный документ, с которым имеет дело Коткинская таможня – это каргоманифест. Поэтому в кодке выражение «коррекция коносамента» не совсем корректно, потому что коносамент никто, кроме вас, не видит. В кодке для изменения веса, для изменения количества мест, для изменения описания товара необходимо делать коррекцию каргоманифеста. Еще один момент. Если вам не удается сделать коррекцию каргоманифеста, если ваш китайский отправитель не хочет менять экспортные декларации, наверное, ему это сложно. Соответственно, он не может изменить и каргоманифест, данные в каргоманифесте. Но вес указан неверный, и в таком виде контейнер доставлять в Россию невозможно. В кодке есть очень простое решение – пропускать этот груз через режим таможенного склада. В этой ситуации вы можете поменять вес, вы можете поменять количество, вы можете поменять описание груза. Третий этап – это работа стивидорной компании. Это подъем контейнера из контейнерного ярда на борт судна. В Гонконге эта операция называется THC – Terminal Handling Charge. В Китае обычно используется иной термин – ORC – Original Receipt Charge. Средняя стоимость стивидорных услуг в Китае – это 150 долларов на 20-футовый контейнер и порядка 270 долларов на 40-футовый контейнер. Мы говорили о перевозках полного контейнера от склада, отправителя в порт. Или мы рассматривали условия перевозки FCL – FCL – Full Container Load to Full Container Load. Однако в Китае часто встречается такая ситуация, когда несколько заводов грузят свой груз в один и тот же контейнер. Бывает и у вас тоже, что вам необходимо загрузить 10 кубов у одного отправителя, 10 кубов у другого, 10 кубов у третьего и так далее. Такая схема работы называется LCL to FCL. То есть Less Than Container Load to Full Container Load. Существует два пути решения этой задачи. Первый вариант – это последовательная затарка контейнера на складах отправителей. У этого пути есть одна большая проблема – то, что по новым правилам Китая на контейнер может быть выпущен только один коносамент. Так как китайская таможня не может проследить, что конкретно каждый отправитель загрузил, соответственно, требует на весь контейнер общей экспортной декларации и, соответственно, одного коносамента. Второй вариант – это каждый отправитель свозит свою часть груза на склад логистической компании, вашего агента. После этого производится таможенное оформление каждого сегмента этого контейнера и после этого происходит затарка груза в контейнер. В этой ситуации есть несколько экспортных деклараций. В этой ситуации возможно выпустить коносамент на каждого отправителя отдельный. В этой ситуации есть дополнительные расходы – это стаффинг контейнера, его чаще всего обзывают в инвойсе, и сумма этих расходов приблизительно 200 долларов США. Я сталкивался с ситуацией, когда клиент покупал на условиях ФОП в одном контейнере груз 5-6 отправителей, выпускались 5-6 коносаментов, и все расходы до ФОПа отправители оплачивали сами. Но также я сталкивался с ситуацией, когда при покупке на условиях ФОП нескольких грузов, нескольких отправителей, логистическая компания тем не менее выставляет стоимость стаффинга или затарки контейнера на складе получателю, объясняя тем, что условия ФОП не покрывают расходы по складу. Фактически она выставляла расходы по разгрузке и погрузке на складе. Итак, подведем итог. Прикеррич – стоимость 1 доллар на километр пути. Экспортное таможенное оформление – стоимость от 50 до 200 долларов в зависимости от того или иного комплекта документов, который предоставляет отправитель. THC или Terminal Handling Charge или ORC в Китае – это 150 долларов на 20-футовый контейнер и 270 долларов на 40-футовый контейнер. И третье. Если используется функция LCL to FCL, то стаффинг-онстаффинг на складе – это порядка 200 долларов США. И последнее, что я хотел сказать в сегодняшней лекции. Не ведитесь на стоимость фрахта. Не только стоимость фрахта будет определять окончательную стоимость доставки груза до Москвы. Я сейчас вожу в Майерском. Ко мне приходят мои клиенты и показывают предложения, которые им делает MSC. Например, в предложении MSC цена фрахта на 200 долларов дешевле, чем цена фрахта у Майерска. Но, если вы отправляете MSC из Китая и не оговорили количество свободных дней, то стандартное условие MSC сейчас 7 дней бесплатно. Далее, от 50 до 80 долларов за контейнер в сутки. 7 дней. В нынешней ситуации, когда в порту Котка сейчас очередь, в то время, когда на границе очередь, и в то время, когда на терминалах в Москве тоже машины зависают, 7 дней с момента доставки до момента возврата порожнего вам однозначно не хватит. Минимальное время, на мой взгляд, это 14 дней. С момента прибытия контейнера в порт до момента возврата порожнего в порт. 14 дней. Таким образом, 7 дней MSC вы будете платить простой. Это минимум 350 долларов. Если фракту MSC на 200 долларов дешевле, то вы все равно теряете 150 долларов в связи с платным использованием контейнера. Я считаю, что минимальный срок бесплатного использования контейнера при доставке в Москву или в Россию должен быть минимум 21 день. Будьте бдительны, не теряйте на этом. Эти потери чаще всего дороже, чем разница во фракте между линиями. Удачи. Пока. Продолжение следует...